Нам нужно хотя бы трехкратное увеличение численности. Сейчас приблизительно эта задача и решается. Было 200 вместе с народной милицией, будет сейчас вместе с мобилизованными 500, плюс добровольцы, которых уже 70 тысяч записало, записываются еще больше. Вот вам трехкратное увеличение численности. И ставить противника перед фактом, что мы где-то будем доступать, а вот где мы не скажем. Маск, он же ведь, он не гениальный ученый, он гениальный менеджер авантюрного плана. Он, очевидно, вовремя умеет выходить из неприбыльных концептов. К этому моменту стоит с ним разделаться окончательно и бесповоротно. И в этом отношении у меня, кстати, я не солидаризирую с высказыванием президента России, который сообщил, что ликвидация Украины не является целью специальной военной операции. Михаил, здравствуйте, рад приветствовать вас. Добрый вечер. По вашей оценке, каково состояние дела на фронтах, если можно так выразиться? Объективно сейчас мы находимся в обороне, отдав противнику часть территории Российской Федерации. И не освободим еще другую часть территории Российской Федерации, которую мы признали в виде Донецкой Народной Республики. То есть, хорошего это состояние назвать нельзя. Перспективно, в ближайшее время, я не принадлежу кура патриотам, нет. То есть, еще до начала наступления противника в Харьковской области, я говорил о том, что ожидать нашего наступления раньше конца осени, начала зимы, нет никаких оснований. Это было еще до, так сказать, вот этого частичного развертывания мобилизации, до нашего доставления наметом Харьковской области, практически всей части Херсонской области. Вот, это объективный анализ состояния дел, связанный прежде всего с недостатком личного состава и отсутствием достаточного количества ствольной артиллерии, чтобы компенсировать недостаток этого личного состава. Считать противника идиотом можно только ограниченное количество времени. В конце концов, даже не очень умный противник, спустя месяцы начинает понимать, видеть слабые стороны и наносить удары именно там, где они есть. Частичная мобилизация, на ваш взгляд? Естественно, это существенно уничтожит ситуацию, но кардинально ее не решили. Потому что все равно на такую протяженность линии фронта ни 400, ни 500 тысяч человек недостаточно. То есть нужен или он, грубо говоря. Тогда мы придем, опять же, к паритету вспротивного по численности вооруженных сил. По ствольной артиллерии, опять же, недостаток есть, и он на такую протяженность линии фронта не компенсируется. Простой-простой причине, что высокоточного оружия у нас, как и во всем мире, в любых вооруженных силах мало. Оно слишком дорого, чтобы по 50 тысяч снарядов высокоточных класть. А круговое вероятное отклонение любой гаубицы на расстоянии в десяток километров до сотни метров. Поэтому надо идти по площадям. Чтобы компенсировать, опять же, недостаток точности, нужно увеличивать количество стволов. Это было в Великой Отечественной прекрасно просчитано. И именно так и делось за отсутствие высокоточного артиллерии. Я уже обращал внимание на то, чтобы мне приходилось бывать и видеть на складах длительного хранения полковые минолеты, которые стоят на сотни метров, по несколько штук на метр. Один, второй, сотый, тысячный. Это то, чего не хватает практически во всех ротах батальона. Им не хватает у себя наличного количества минометов, которые могут задействовать без согласования с кем-то мгновенно сейчас. Причем не в один ствол, а хотя бы 6-8, которые могут накрыть массив площади, по которым идет атака, это можно обеспечить в складах длительного хранения. Пока этого нет. Пока идет насыщение в рамках того концепта, который положен по уставу. Сколько раз? Вам 3 миллиона на батальон миномета? Ну вот вам 3 их, а надо 13-33. Потому что, опять же, вопросы, которые сейчас решаются, более быстрого реагирования на запросы и все прочее. А если много запросов? Вот вы же посмотрите, противник что делает. Он малыми группами диверсионными, ну, по сути, группами прорыва, бьет в стыке между взводно-опорными пунктами. Там, где удастся пройти, они проходят, удастся где-то закрепиться, закрепляются, и тогда уже перебрасываются подкрепления. Для того, чтобы этого не было, каждый взводно-опорный пункт должен быть оборудован достаточным количеством минометов. Каждое подразделение, каждая рота должна иметь достаточного количества. А там уже ствольно-реактивная артиллерия, да, они там где-то дальше уже находятся в командовании высшего подчинения и работают по запросам. Благородие, мне тоже не возражать, но слабые места стоит закрыть. Это просто сделать. Нужно просто нарешиться на это. И использовать то оружие, которое у нас действительно много, очень много. Да, оно старое, но оно прекрасно работает. Оно мобильно. Вот приходится оказывать помощь нашим бойцам, которые непосредственно на передовой находятся. Все без исключения жалуются на недостаток машин. Обычно гражданских джипов. Вы посмотрите, сколько противник использует джихата-мобилей. Вот Mitsubishi L200 и аналогично. Все над ними смеются. Но это удобно. Потому что туда ставится миномет, туда ставится калиберный пулемет, туда ставится безоткатное орудие или противотанковый комплекс. И они прекрасно ездят. Их можно использовать. На них вывозят раненых, подвозят боеприпасы. Это расходная такая техника, которая действительно нужна, опять же, каждому взводу. Нужны тысячи и тысячи. Волонтеры их поставляют, а в Министерстве обороны нет. Ну потому что, опять же, непредусмотрено штатным расписанием. Для того, чтобы принять такое решение, нужно, чтобы дошло до Генштаба, было принято решение, чтобы управление трубопрофессорской бумаги. Это месяц и месяц. А в июле мы сейчас и здесь. И вот эту проблему можно решать за счет волонтеров. Опять же, соединив их с гражданскими администрациями. То есть, дав поручение, вот как сейчас, разрешили закупать товары двойного назначения, администрациям областным, городским и так далее. Вот это нужно реализовать. То есть, помогать в виде того, чтобы давать бюджетное финансирование, чтобы волонтеры сами по себе будут поставлять. Но бюджетное финансирование главам администрации, например, тоже Белгородской области или Белгорода, позволяет решить эту проблему качественно и сразу. Не так, как я там две машины в месяц поставляю, а 22 в неделю. И проблема закроется, сам быстро. И как раз вот к тому концу ноября, начало декабря, когда станет возможно уже заниматься, переходить от обороны к наступлению, когда появится уже обученный хотя бы резерв, слегка обказанных уже в боевом соприкосновении, будут и технические возможности для этого. Это все достаточно просто. Можно только принять решение. Ну, то есть, переход из этой обороны вы напрямую связываете все-таки с теми десятками тысяч уже мобилизованных? Это объективно было бы в любом случае. До, так как я говорил об этом еще до частичной мобилизации, речь шла о наборе добровольцев, о формировании и увеличении чистости частных военных компаний. Все равно о увеличении чистости армии. И речь шла о том, что нам нужно хотя бы трехкратное увеличение чистости. Сейчас приблизительно это задача и решается. Было 200 вместе с народной милицией, будет сейчас вместе с мобилизованными 500, плюс добровольцев, у которых уже 70 тысяч записалось, записывается еще больше. Вот вам трехкратное увеличение чистости. То есть, фактически, это позволяет создавать 2-3 ударных кулака на разных направлениях, не считая, что еще затыкание дыр какое-то. И ставить противника перед фактом, что мы где-то будем наступать. А вот где мы не скажем. Понятно, что разведка с помощью западных союзников у них такая, что скрыть крупные передвижения войск, где-то невозможно. Ну, тогда создаются несколько ударных кулаков. И тогда действуют, собственно, так же, как действовали. Суть-то не меняется доктриной. Одни академии заканчивали. И опыт, собственно, предыдущих войн тоже один на всех. Наносить удары в разных местах, смотреть, где противник слабее, и туда бросать подкрепление, нажим, перебросить туда войска на это направление, бить в другом направлении. То есть, то же самое, что делают они сейчас, должны были делать мы изначально. Но, к сожалению, запоздали с увеличением численности войск, которые действуют непосредственно на поле боя. Вот эти удары, которые начались с понедельника по инфраструктуре, по энергетическим объектам и так далее, на ход боевых действий непосредственно, я так понимаю, не очень сильно оказывают. Наверное, в долгу они как-то должны сработать. Нет, напрямую они не сказываются никак, потому что на передовой у всех генераторы, у всех движки бензин-дизель и так далее. Ну, собственно, они не подключены к линиям электропередач, а те, кто подключены, опять же, имеют те же самые дизель-генераторы. То есть, это какой-то долгосрочный эффект, и я не скажу, что он положительный. Потому что, опять же, вот энергоструктура. Ну, перестали они продавать на Запад электроэнергию. Хорошо, потеряли там 200 миллионов. Им что, не компенсируют эти 200 миллионов? Они давно на внешнем финансировались. Вот сколько денег им непосредственно не заплатят за вот эти киловатты, мегаватты, 800 мегаватт, по-моему, они там поставляли. Ну, значит, вот этих денег они не получат сами, будут компенсированы им западными партнерами, которые потратили уже десятки и десятки миллиардов долларов. Это такой комарийный укус. Недостаток электроэнергии, собственно, территории контролируемой хунты, ну, они уже сейчас, собственно говоря, отреагировали. Это начался населением. Население будет мёртвым, сидеть без воды. Ну, будет злиться на кого-то. Кто-то будет злиться на Путина, кто-то будет злиться на Зеленского. Но это злость сама в себе. Никто же не выйдет на площадь с автоматом в руках. Митинг какой-то провести ещё, да, но кого он испугает. Этот митинг против банды вооружённых людей. То есть эффекта от этого можно быть только, когда полностью уничтожена инфраструктура. Когда вот действительно и хотели бы снабжать завод электроэнергии, а её нет. Вот это эффект. Многие военные эксперты говорят, что на самом деле архиважная задача перерезать пути снабжения, ну, в какой части? Все говорят, вот западное оружие, вот западная военная помощь и так далее. А каким образом она реально проезжает многие сотни километров и достигает всё-таки линии соприкосновения? Это как надо перерезать вообще? Нет, ну, во-первых, говорить о том, что нужно бить там по каким-то пунктам пропуска на границе, я бы не стал, потому что, ну, господа, какая разница, как оно попадает на Украину. Существуют десятки и сотни разных дорог, не только железных дорог, по которым оно поступает на Украину. Но всё равно будет поступать. Ну, тяжёлое оружие на автомобиле не потянешь, но сейчас совсем тяжёлое. Нет, на пушки показывают, как грузовики, гражданские грузовики грузятся гаубицы, закрываются тентами и ввозятся. Понятно, что тяжёлую бронетехнику трейлерами тянуть надо. Но таких дорог столько, что их можно перетянуть, что они всё равно попадут на Украину. Тем более, как раз, если ты будешь бить по вот этим пунктам, которые существуют на границе Украины, или ещё с той же Польшей, или Молдавией, или ещё чём-то, неизбежно начислили жертву среди мирного населения. Но дальше происходит то другое. Попав на Украину, в руки киевского режима, они неизбежно с этих своих станций направляются дальше. Они проходят мосты через Днепропетровское Запорожье, попадая уже на левобережье Днепра. Почему эти мосты до сих пор живы? Далее. Почему живы, собственно говоря, железнодорожные магистрали? Это тоже достаточно странно. Хотя вот каждый раз наносится удар, допустим, по железнодорожной станции Павлака. Уничтожены пути, там, линии электропередач, какой-то эшелон накрыли, допустим. Но на этой станции как раз сосредоточен мощный ремонтный потенциал. Подходят ремонтные поезда, подгоняются краны, техника, все это растаскивается, тут же из хранилищ рядом расположены достаются те же там рельсы, шпалы, все укладывается по новой, так как новых ударов не наносятся, через день-другой все в порядке, все возобновилось, все едет. А новых ударов нет. Но существуют сотни и тысячи километров перегонов. Причем тут же надо учесть, что станции как раз оснащены системами противовоздушной обороны, которые тоже худо-бедно как-то работают. Во что-то попадают, что-то сбивают, то есть не стопроцентные попадают. Но вот эти сотни километров перегонов, причем мы же сами ездили по этим железнодорожным дорогам, понимаем, что это прямые или так плавно изгибающиеся линии, вдали от населенных пунктов, где нет никаких систем ПВУ, вот их нет в принципе слова совсем, потому что на Украине их не хватает даже для прикрытия крупнейших городов, самых важных. Тогда их просто нет. При этом у нас есть бомбардировочная авиация. Если какими-нибудь высокоточными ракетами, а с обычными фугасными авиабомбами, которых миллионы тонн, и вот летите и сыпьте, и с большой высоты, куда не достают противоречные ручные ПЗРК, то есть выше там четырех с половиной километров. И бомбите. Вот вы уничтожили тут 100 километров путей. Со мной Царев спорил, а Олег железнодорожное образование имеет. Так они легко восстанавливаются. Ну, тяжелее, чем в Павлограде. А вот уничтожать их легче. Подошел ремонтный поезд, и прилетел еще один бомбардировщик. И вместе с этим ремонтным поездом. И вот так все попытки, вторую, третью, пятую, пресекали. Не потратил никакой хвостной, лучше боеприпасов, ничего не потерял. Вот, возможно, теоретически существует угроза, что туда подгонят пулк и собьют бомбардировщик. Господа, а вот это уже на войне, как на войне. Относиться к потерям авиации, как к какой-то священной корове, потери которой немыслимы. Мыслимы, посмотрите, по данным наших. Юрстапа уничтожила там больше 315 боевых самолетов противника. Ну и что? Я ничего, они воюют. Если мы потеряем 10, 20, 30, 50 самолетов, тоже ничего смертельного не будет. Да, обидно, да, плохо, да, тяжело. Но почему к потере танков, или людей, или территорий мы относимся легче, чем к потере авиации? Оставлена почти вся Харьковская область. Я не буду приводить цифры, закрытые информации, сколько оставлено бронетехники. Половина из которых целая. Это реально так. Потому что, да, отходили очень быстро. Вот и все. Суровые у вас оценки, должен я вам доложить. Ну, оценки, может, неприятные, но они неизбежные. Механизм неповоротный. И вот люди, которые внизу находятся вот эти цепочки, такие, как я, видят это, пока это видение дойдет наверх, пока оно будет оформлено в бумажном виде, пока будет принято решение, проходят вот эти месяцы, много месяцев. Это не критика. В данном случае констатирую реальность, мало того, реальность, которая происходит во всех государствах. Просто где-то удается, понимая это, сокращать промену принятия решений. Естественно, легче это происходит в государстве, которое находится в состоянии войны. Статус специальной военной операции не предполагает вовлеченности всего народа, всего населения в боевые действия. Наоборот, предполагает, что все живут по законам мирного времени, включая чиновников. И только там, где-то кто-то силами военных, причем не всех, а в небольшой части, проводит специальную военную операцию. Я вот с этим пониманием борюсь, с первого дня. Я говорю, что называйте вы ее, как хотите. Но вы посмотрите на нашего противника. Они тоже не находятся в состоянии войны. Они не вводят, не объявляют войну. Это у них риторика. Юридически ее нет. Но практически они создали механизм, позволяющий оперативно любые законы менять. Хоть даже наплевать на закон. Не исполнить его и задним числом изгнили. Ну, по сути, военное положение. Это на поставки товаров военного назначения. В результате у них не возникает проблем с поставками техники вот той же Mitsubishi L200 на фронт волонтерами. Они поступают даже с иностранными номерами куда-то на фронт. У нас зачастую блогеры там в фотографии смотрят, говорят, вот, смотрите, вот доказательство, что это польские наемники. Нет. Это доказательство эффективности поставок. Машины на иностранных номерах доставляются и участвуют в боях. Оформление бумажек это где-то там, уже потом. Что главное, чтобы они оказались на месте. Вот этому нам не хватает. Оперативности. Оперативности принятия решений. И здесь надо понимать, что гражданское общество реагирует быстрее и эффективнее на возникающие проблемы. Потому что связь у всех с армией кратчайшая. Боец и офицер и тут же его родные, близкие, волонтеры и так далее. Связались, проблему озвучили, мы их знаем, мы им доверяем, понимаем, что не обманут. Купили, достали, а не смогли. Не смогли, заказали в Китай, и через три недели получить и достали. Вот, понимая это, нужно развивать вот это волонтерское движение, но при этом не пытаясь его взять под контроль, потому что это опять же будет та же бюрократическая система. Илон Маск очень неожиданно, в общем-то, решил прекратить финансирование Старлинков, ну и причем так бодро ответил. После того, как был послан, сказал, ну хорошо, пойдем. Я туда и пошел. Куда послали, ну что ж, тогда вот как-нибудь сами там и ищите интернет у себя. Скажем так, для Маска деньги плевые. До конца года сумма там в полном 126 миллионов долларов и около 400 миллионов в следующий год. Ну плюс поставки терминалов, которые действительно там нужно много, они это расходный материал, их нужно поставлять регулярно, но тоже там, господи, сотни долларов в месяц, миллионов. Для самого богатого человека планеты лично его компания. Тут, наверное, дело в другом. Дело в том, что Маск, он же ж, он не гениальный ученый, он гениальный менеджер авантюрного плана, который умеет вытаскивать, поднимать проект из ничего, делать из этого очевидного ничего конфетку и продавать ее тем, кто заплатит больше всего. Причем в умственных способностях этих, кто платит, сам Маск иллюзий не питает, поэтому очень много денег вытаскивает из американского государства. И вот как гениальный вот такой менеджер авантюрного склада ума, он, очевидно, вовремя умеет выходить из неприбыльных концептов. Вот за эти, там, сколько времени он поддерживал киевские режимы, посмотрел на происходящее, он пришел к выводу, что дальнейшие вложения в этот режим не отступают. Причем, меня совершенно не волнует, по каким причинам он принял это решение. Но до сих пор его решения были безошибочны. Он закрывал один проект, называл другой. Предыдущие тихо умирали, о них уже никто не помнит, потому что Маск предложил еще два взамен этого. А память общества короткая. А, скажем так, тому же американскому истеблишменту Маск подходит, что в Америку родина самого гениального изобретателя, никого-нибудь изобретателя современности. Вот, Илон Маск. Вот он видит, что вложения не имеют перспективы окупаемости. Он из него выходит. И все. То есть, в данном случае, вот когда он складывался, это были рисковые вложения его корпорации. То есть, вы никак не связываете это с тем, что он был открыто послан? Нет, такая связь может быть. Я не знаю, насколько он обидчиво самолюбив. Если тебя откровенно посылают, причем публично, на весь мир, а потом смотришь, и ты все равно предложаешь туда засовывать десятки миллионов долларов, ну что о тебе подумают люди, на чем с того? Держи, что здесь, в любом случае положительной роли это не сыграло. Большую или малую роль это сыграло на принятии решения, я судить не беру. Ну, какую-то роль сыграло. мы видели того же канцлера ФРГ, который, ливерная колбаса, который терся и продолжает, как ни в чем не бывало. Вот его поведение наиболее ярко характеризует причины наглости вот этой содержанки, которую мы называем Украиной, ну по сути это киевский режим, или хунта, или называйте, как хотите, но точно уже не Украина, даже не та Украина, которая была до 14-го. Я просто всегда задаю себе вопрос, почему, ну казалось бы, вот вы и правильно говорите, канцлер Германии, ну черт побери, это канцлер Германии. По-разному можно относиться к этой стране и к самому лично канцлеру, но никто пока не отменял то, что Германия пока еще, во всяком случае, сколько это продлится, мы точно не знаем. Локомотив, скажем так, всего Евросоюз. И лидеры этой страны просто вот оскорблять публично. И он умывается. То есть, что тогда его заставляет все равно направлять и деньги, и военную технику в данном случае на Украину. Я пытаюсь понять мотив, у меня не получается. Да не получится. На самом деле, я не раз, и не один год задавал себе этот вопрос, и обсуждался у нас в компании самого разного уровня, так сказать, профессиональной подготовки. Ну, в конечном итоге вывод был, что нам этого не понять, потому что менталитет европейца и русского, независимо от страны проживать, он не сопоставит. Мы привыкли жить своим умом. Для нас, скажем так, какие-то там целеуказания свыше, из-за океана, это, скажем так, для меня лично это всегда как тряпка на быка действует. С какой-то стати, какой-то дядя будет мне рассказывать, что делать. Это одна из причин моего неприятия, происходящего на Украине. Когда, какого черта мне кто-то какая-то, узните, троеточие поставил, будет рассказывать, на каком языке я должен учиться, каким героям поклоняться и так далее. А немцы после Второй мировой войны именно этому обучались, поколение в поколение. Что вам скажут, что надо делать. И я вижу, на опыте и Японии, и Германии, что их таки научили. От них сбросили две атомные бомбы, ни за что не прошли, на мирные города. И они их в лоб целуют, этих американцев. То же самое произойдет в Германии, которая свой золотой запас не может забрать из Соединенных Штатов. Саудовская района тоже не может забрать. Никто не может забрать. Свои золотой запас из Соединенных Штатов. Никто не может забрать, но все это терпят. Те, кто был вовлечен в западную систему, построенную англосаксами, там все сводится к тому, что их всех приучили терпеть и расплачивать. Вроде бы, как они младшие партнеры, а по факту... Коль уж мы знаем, кто им указывает, в том числе и терпеть. Давайте о них и поговорим. Совсем немного осталось до выборов в Конгресс США. Не знаю, разделить вы эту точку зрения или нет, но многие говорят о том, что, во-первых, у демократов почти нет шансов. Наверное, это действительно так. И если вверх возьмут республиканцы, то, да, политика в глобальном смысле Соединенных Штатов, она вряд ли изменится. Она останется примерно такой же. Но, что касается поддержки непосредственно Украины, военной, в первую очередь, финансовой, то тут могут быть серьезные изменения и не в пользу Украины. Я согласен с тем, что у демократов шансов мало, если не произойдет какого-то чуда. Приход республиканцев при сохранении должности президента за Байденом, ну, скажем, исполнительная власть в Соединенных Штатах обладает большую долю самостоятельности. И здесь, скорее, причина была не в том, что вот Трамп придет, а он иначе относится к украинскому конфликту. Скорее, проблемы начнутся у киевского режима, потому что демократы, законодатели будут конфликтовать с республиканцами-исполнителями, в том числе, с Байденом и его окружением. И для того, чтобы нагадить президенту и его окружению, Госдепу и так далее, вот тут они будут вести себя предельно противопоставляя в том числе действия на Украине. Вот я бы сказал, связал это именно изменение в политике по отношению к Украине с внутриамериканскими терками, которые неизбежно усиливаются, многократно усиливаются. Ну, собственно, да. И вот тут они могут как раз-таки сыграть. И сыграть, опять же, повторюсь, не в пользу действующей киевской власти. Вопрос в этом не в пользу действующей власти. Невзирая на то, что Трамп многократно увеличил военную помощь, да, еще довоенную, которую оказывали, при Трампе ее оказывали намного больше, но суть в том, что его это не волнует. Докумевать, вот это Украина равно так же, как и Байден. Но вот в борьбе с Байденом использовать все недостатки, посчитать, сколько денег туда вбухали, которые не дали там ликвидацию последствий природных катаклизмов во Флориде или еще где-то, вот это будет сделано. И вот здесь действительно, собственно говоря, произойдет то, чем мы многократно говорим, что Киев развертная монета в играх американского эстеблишмента. Карта легла в пользу, вот стали помогать киевскому режиму. Сейчас ситуация изменится. Ну, пострадает киевский режим, ну, будет он там меньше получать денег в военной технике. Но это его проблемы. Если мы затянем эту ситуацию еще там на энное количество лет, и в следующий выбор до 2024 года Трамп придет к власти, станет президентом, сохранит республиканского большинства канадийских сенатов, это может оказаться на руку киевскому режиму. И они начнут помогать многократно больше. Но до этого надо, чтобы этот режим дожил. То есть к этому моменту стоит с ним разделаться окончательно и бесповоротно. И в этом отношении у меня, кстати, я не солидаризирую с высказанным, так сказать, с высказыванием президента России, который сообщил, что ликвидация Украины не является целью специальной военной операции. Ну, расскажите мне тогда, каким образом вы хотите в той Украине, которая останется, независимо в каких границах, сделать ее дезинфицированной, нейтрально ориентированной, невооружаемой против России. Мы помним Германию после Первой мировой войны. Она была обложена документами со всех сторон, у нее было столько ограничений, чего она не могла делать. Она тоже территориально потеряла, она тоже не имела права армию создавать, флот и прочее, прочее, прочее. За сколько лет они поднялись? Даже смешно. Какие письменные гарантии давались 23-го, по-моему, февраля 2014-го года о том, что Майдан разойдется миром, вы только уберите внутренние войска и обернули. Главы МИД Польши, Германии и Франции поставили свои подписи под документом, о котором на следующий день все забыли. Какие еще гарантии вам нужны? В каких документах вы хотите, чтобы было прописано и кем контролировать? Контролировать может только наша армия и флота. Для того, чтобы контролировать, она должна контролировать территорию. Исходя из того, что все когда-то заканчивается, и это тоже когда-то закончится, мы не знаем как, не знаем когда, но знаем точно, я думаю, что вы здесь со мной точно согласитесь, что рано или поздно, но точно закончится. Ваше видение ситуации в перспективе ближайших десяти лет? Очень быстро начинают развиваться события, очень быстро меняется ситуация. То есть идет передел мира. Вот тот мир, который был построен на рыночном капитализме, а после войны на долларе, шай, гегемонии Соединенных Штатов сначала большей частью мира, потом почти над всем миром, вот этому приходит конец. чем в данном случае я уже говорю так по гражданской специальности политэконом, то данная социальная экономическая формация исчерпала свои ресурсы, она перестала развиваться, и мы живем в процессе ее увядания. Она должна смениться следующей, смена это всегда болезненно и мирно не проходит, вот как не проходила мирно смена феодализма капитализма. Поэтому подобные потрясения будут, и здесь проблема не в Украине, и не в тех проблемах, которые были, а в том, что это стало точкой дефуркации, то есть здесь схлестнулись разные социально-экономические системы. Мало того, от того рыночного капитализма, который был построен, прекрасно функционировал в начале 20 века, ничего уже не осталось. Если вы посмотрите основополагающие нормы, там, демократия, право частной собственности и все прочее, ну, какое право частной собственности при санкциях, то есть внесудебном изъятии всего чего угодно, финансовых средств, капитала, промышленности, заводов, газет, проходов. Демократия как право большинства диктовать волю меньшинству? А когда? Ну, после БЛМ, ЛГТ и всего прочего, вот этих миноретах в центрах европейских городов, говорить о том, что большинство устанавливает правила, тоже не приходится. А если бы произошел слом базовых, коренных, бородих, фундамента, собственно, системы, на которой она существовала сотни лет, то неизбежна и ликвидация самой системы. Насколько она будет безболезненна, это большой вопрос. Проблемы Украины мы решим, но мы не решим проблемы вот этого западного общества, которое находится в состоянии глубочайшего и неразрешимого кризиса. Им надо за счет кого-то жить, где-то брать привалочную стоимость. Они сейчас на дорогой энергии будут пытаться строить замкнутую систему. Как именно замкнутую, потому что все там будет в разы дороже. Выше заработная плата, больше коммунальные платежи, дороже в разы любые изделия, которые там производятся. Соответственно, весь остальной мир будет жить по другим законам. Очевидно, что по границам систем, то есть и по границам России с НАТО, с Западной Европой будут происходить столкновения. Пока есть ядерное оружие, есть надежда, что оно не будет и носить военного характера, но Запад уже продемонстрировал вам, как это можно делать. Мы еще так не действовали, но можем же. В Прибалтике 30% населения это русскоязычное население, и там тоже можно организовать Майдан, если постараться. Мы этого никогда не делали, нам показали, как можно делать. Нам показали, что правила для них существуют. Нам показали, что у нас могут забирать деньги, как забрали эти 300 с лишним миллиардов, взорвать газопровод, травить русских, как травили их сжигать в Одессе. Хорошо, если мы примем эти как данные и начнем адекватно реагировать, простите, Майдан в Прибалтике меня не удивит. Философский, наверное, вопрос, наш ли это путь играть по таким правилам? Это не наш путь, но мы можем играть по другим правилам. Никто же не заставляет нас сжигать людей. Мы этого делать не будем. Но договориться, например, с поляками разделе Литвы, почему нет? У Польши есть претензии на Вильню. У нас есть стратегические интересы об сухопутном коридоре в Калининграде. Поляки являются союзниками Литвы, но им это никогда не мешало. Черчилль называл гиеной Европы Польшу не даром. В развернутой цитате это звучало приблизительно к тем, так что это страна героев вперед и взгод, но наиболее гнусная вперед слава и триумфа. Ну вот, собственно говоря, а после ликвидации прибалтийских лимитрофов кто намешает с Германией договориться на разделе Польши? То, что вы сейчас говорите, наверное, еще 20-30 лет назад, ну, выглядело бы, наверное, как, ну, что-то такое фантастическое, хотя сейчас уже такая риторика воспринимается как вполне нормальная. То есть времена действительно очень сильно изменились. Это факт. Ну, понимаете, когда два союзника по Евросоюзу и НАТО, Польша и Германия, имеющие общие границы, и вдруг Германия выкатывает претензии там на триллион до долларов в качестве компенсации, так, еще одной компенсации за Вторую мировую, ну, а что мешает немцам, и они, кстати, это тоже озвучили, тогда наши земли верните. Да, это не на официальном уровне сказано, но, естественно, после уже в телеграм-каналах в сетях социальных такие мысли звучат, совершенно верно. Ну, прекрасно. Вот в Германии есть территориальные претензии к Польше. Не дай Бог вам жить в эпоху перемен, говорили китайцы, видимо, знали много. Спасибо вам большое, Дмитрий, будем надеяться, что, не знаю, как-то Господь управит все как надо, хотя бы вот на наших землях, чтобы как-то мы все-таки думали больше о мире и о созидании, чем о каких-то разделах, переделах и неизбежно связанных с этими процессами конфликтов. Будем верить лучше. Спасибо вам огромное за ваше время и за ваше рассуждение. Было очень интересно, спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»